Вот здесь вот работа. Немножко застрял. Яблочная история. Фух, жесть какая. Пару перчаток в магазин. Добрый день, у нас тут целый апокалипсис. Добро пожаловать в видео, спасибо, что зашли. Ой, что здесь как-то реально, что-то у нас зима не задалась. Ставьте обязательно пальчик наверх этому видео. Оставляйте комментарии, возможно, у вас в комментариях попадет следующее видео. Ну что, добро пожаловать в семейный домашний влог. Наливайте себе супчик, ставьте мое видео и посмотрите его до конца. Поехали. Сегодня, кстати, ровно год с нашего начала путешествия в Америку, США. Вот этот выпуск, ссылочку оставлю в описании. Будет желание, смотрите, я там сейчас в сторис, в инстаграме буду выкладывать каждый день, то есть по выпуску. Так что смотрите, как мы поехали в Америку. Давайте, welcome. Вот хочу, не знаю, кому выразить свой эфир, вот неудобно работать на Самсунге мне. Знаете, почему? Вот мне сейчас нужно было, у меня вот здесь Самсунг мой, который я пользуюсь, и Айфон мой. Потому что мне сейчас нужно было выгружать историю про Яндекс заправки. Вот. Что происходит? У меня видео 22 секунды, и товарищ Андроид, он не умеет разбивать это на две истории. То есть если я нажимаю загрузить, вот это вот 22 секунды я нажимаю, он мне просто четко делает одну историю, 15 секунд, все. А все, что там остальные, там еще секунд 8, он вообще свой не вставляет. Мне приходится скачивать, например, какое-то в облако, скачивать на Айфон, и после этого, после того, как я на Айфоне это все открою, он меня здесь умеет разбивать на две истории. Вот. Короче, просто парадокс. Чтобы, видимо, нормально, значит, себя чувствовать в этом мире и ввести какой-то там Инстаграм, например, в блог, тебе нужно в любом случае одно Android-устройство, одно iOS-устройство. Потому что и там, и там есть плюсы, но и везде-везде, хотя нет, на Айфоне минусов практически нет. Если вы знаете, как обойти эту штуку на Андроиде, напишите. Потому что я не могу снимать больше, чем 15 секунд истории. Точнее, я могу снимать, но они не выкладываются все подряд. Хопа. Я уже кофейку попил. Замечательно. У нас тут, смотрите, все стулья валяются. Все потому, что у нас роботы-пылесоси пылесосят. Они прям вообще красавчики. У нас наверху катается один, внизу один. Короче, и при этом, блин, чисто. Обнаружил, что рынок роботов-пылесосов начинается от полторы тысячи рублей. Представляете, сейчас, там, купить робот-пылесос, я это увидел, 1490 рублей. Там есть за две тысячи рублей. Я, правда, не знаю, что за две тысячи рублей умеет пылесосить робот-пылесос. Надо, может, как-нибудь сделать это вот. У меня как-то был такой вариант на Ютубе. Типа, я очень дешевые товары покупал и про них рассказывал. Вот, может быть, как-нибудь затарить пылесос за полторы-две тысячи рублей и посмотреть, что он умеет. Потому что у нас, знаешь, пылесос здесь катается за 40 тысяч рублей, наверху там за 15 тысяч рублей. Интересная тема. Вот, товарищ, за 40 тысяч рублей немножко застрял. Этот, который, Сёмовский. Вот такой, ааа, что происходит? Давай, брось, я заново запущу. Ну, бывает у них такое. Давай. Этот умный. У него вот эта вот локационная система. Он, типа, сканирует, сразу понимает, что где находится. Он, ну, типа, карта помещения сразу строит, все это в приложении показывает. Он прикольный. Да, мотоцюри полностью подсели на инсените. Я сегодня после, короче, после обеда буду делать. А пока пойду в дом динозавра. Пульс утра занимается, у него сил побольше. А я после тёмки нового сна, наверное. Моча-разтёмка, кстати, вдвоем. 40-минутную тренировку, всё отбахали. Первый инсенит. Сидишь, тут читаешь новости каждый день. Всё, коронавирус. Сейчас 582 случая новой коронавирусной инфекции. Приостанавливает Россия авиарейси по вывозу или сияну из-за рубежа. Короче, ужас. Многие спрашивали, Илья, где ты там смотришь эту карту? Конечно, так забиваешь просто на Яндексе. Вот так вот, карта коронавируса. Забиваешь, и вот первые две штучки, вот эти вот, коронавирус-монитор. Она тоже очень хорошо даёт понятие. Вот, например, что в России сейчас, точнее, в Москве у нас 3357 заражений. 2,7 смертей, выздоровлений. Ну, вот и так вот по всем странам. То есть, к примеру, Италия с Испанией сейчас сравнялись по 119 тысяч. В Америке вообще что-то страшное происходит. У них там 207,7, и всё растёт, и народ помирает. Ужас. И такая уж тема есть и вот на Яндексе. Вот здесь просто немножко информация различается. Она не прям такая актуальная, что, знаешь, там, не знаю, час в час. То есть, обновляется по-разному от этих два сайта, но всё равно общую картину даёт представление. Оль намутит крем-суп. Нет. Ну, короче, просто суп-пюре. Сейчас у нас тут замутится. А к нам идёт какая-то тёмная туча. Кстати, телек вроде выглядит большим, 65 домов, но уже, знаешь, глаз привык. И выглядит он маленьким. Что там? На улице. На улице Холодрыга. Ой. Надо будет... Может, как-нибудь это... Скоро нагрели, что-нибудь пожарить. Хочется мяса, но что-то это... Мяса у нас мало продают здесь. А ещё по камере хочу сказать, что вообще прям отлично повесил. Прям хорошо. И из-за того, что карт память стоит, он прям и сохраняет все моменты. Давай, а чего тут? Самая лучшая книжка. Пять человек летел. Обед. Обедаем супчиком. Я ещё тут на эту морковку подсел. Уже говорил, что я её в красно-белом и в пятёрке покупал. Но. Вот удивительно. Ты когда раз пять её купил, ну там где-то, не знаю, месяца за два, а потом она резко стала как-то, значит, только по-другому рецепту готовиться. То есть она вроде пикантная, но она стала неострой. Как так происходит, непонятно. Сейчас. Ого. Нифига себе. Вот это снег. Снегоградка откуда-то. Смотрите, какие хлопья. Ну и прям сейчас на улице плюс девять, кстати. Даже эту грану не назовёшь, а такой мягкий, здоровенный снег. Ой, сейчас тут замедёт. Нифига. Во, всё, убегаем. Ого. Правда, блин, жалко камера не предаёт всё. Апокалипсис. Опять снег. Вот так вот видно. О. Круто. Я думал, что дальше будет. А этот снег. Пойдём к тобой мультики смотреть маленький. Сейчас, Тёмки, буду мультики заводить. Кстати, у меня в iTunes уже получается коррекция. 145 фильмов куплено. Охренеть. Ну, за всё время, сколько денег потрачено. Вот. Но есть для всей семьи сейчас, потому что очень много, конечно, Тёмки мультов выходит. Но при этом сюда входят все фильмы про Гарри Поттера. Очень, кстати, медленно загружается. Первый Apple TV. Что-то он так это, вот, медленно их подгружает. Тут прогрузились. Помню, все Гарри Поттера. Но Тёмке нравятся вторые игрушки ещё. У нас вся первая, вторая, треть. Сейчас открыли сок. У меня бабушка делает. Я обычный. Вообще красота. Ещё прошлогодний. Тибань, хоть гулять. Это, кстати, вот краска, которая мне ещё осталась, которую я покупал, когда я свой домашний комп перекрашивал. Ну, вот ещё чёрная, не распакованная. Думаю, что может покрасить. Вот. Сейчас нужно тумбочкой заняться. Во-первых, вот этот, который я по ценёнке в Икеа купил. Вот этот, Алекс. Который новый стоит шестёрту, а я её урвал за 3500. Она была уже собрана. Мне нужно робот-пылесос убрать, на который я обзор снимал. Сейчас буду эту тумбочку ставить вот сюда. Вот. Теперь у меня все доставки по Подмосковью. Сейчас курьер приедет, привезёт Xiaomi Redmi 8. Буду, наверное, завтра на него снимать обзор. Сегодня четвёртая, завтра пятая. Пятого буду снимать, что-то сразу выпущу. Вот. Тоже для интернета это полезно. Понятное дело, что, скорее всего, моим зрителям будет это. Подписчикам неинтересно, но снятие, чтобы он работал на меня этот ролик, нужно. Так, ну что, всё отодвигаем сейчас. А то у Оли здесь вообще практически некуда ничего класть. Потому что всё, стол голый. Сейчас мы вот эти правые ножки снимем и сюда задвинем тумбочку. Это называется яблочная история. Обожаю всю эту икеевскую тему, потому что можно в любой момент взять и поменять. Потому что классно, что ножки и тумба Алекс, они по высоте одинаковые. То есть они даже так специально сделаны, что когда тебе нужно, хоп, ножки поставил, когда тебе нужно. Снял, тумбочку поставил. Так, Wi-Fi. Один из трёх. Ну что, поехали. Не, на самом деле круто, что она уже была собрана. Она прям вообще в идеале. Это я кофе на неё немножко пролил. Притом, не нужно тратить там час времени, чтобы собирать её. Я её посмотрел вообще в идеале. То есть в два раза дешевле. Это в этом. В отделе икея, который типа по оценке там рядом с кассами где-то везде есть. Отдел, в котором уже, может, какие-то пользованные вещи стоят или что-то такое. Вот купил, сколько, получается, там, две с половиной недели назад. Вот только сейчас и решили поставить. Можно было, конечно, полностью её задвинуть. Но так, получается, здесь ещё какое-то рабочее место есть. Ну ладно, потому что она может подвигать. Вот, конечно, честно такое, икеевское. Икея, 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 икея. Вот этот весь, конечно, беспорядок поместится весь сюда. Отлично. Вот такое вот небольшое рабочее место. Супер. А, две ножки свободных. Так, надо, блин, вот это всё отсюда убрать. Коробки какие большие. Не, ну а вы чего ожидали? Это же влоги, как я провожу свой день. Вот так всё происходит. Вот. Сейчас Тёмка досмотрит мульты, и будем здесь заниматься. Надо как раз это спортзал свой собрать. Вчера занимались на проекторе. Понравилось. Сегодня повторим. Только наушники надо отключить, а то я вчера смотрел фильмы. Мобильный спортивный зал собран. Мне, кстати, это больше понравилось, когда у тебя, знаешь, на большом экране всё идёт, чем на маленьком ноутбуке. Как ты себя прям... Из-за того, что, конечно, большое изображение, ты себя тоже чувствуешь, как в зале. Вот. Ну, это и есть такая возможность как раз. Видишь, затемнить и сделать днём у тебя, считай, как кинотеатр. Мы готовы. Так, выключаем. Ой, зажигаем. Честно, сил у меня нету вообще. Потому что после вчерашнего... Все, короче... Ноги борят, руки немножко борят. Весь такой, знаешь, типа разбитый. Но я помню, что это вот... Настоящий завтра так же будет. Надо это дело перетерпеть. Прорад заниматься. И через дня 3-4 будет вообще всё классно. Ну что, давай, наш проектор заводится. Сейчас тренировочку нам замутим. Тем, да и посмотрим, какая у нас сегодня по счёту. На сегодня делаю Cardio Power and Resistance. Ну что, погнали, Тем. Разминочку. Фух, жесть какая. Да, с подготовки всё в игре и так, как есть. Я хочу с этим бороться. Может, со стороны кажется всё хуже, но когда ты смоешь отсюда, всё вроде не так страшно. Ну, это сами знаете. Это работа, работа. В очередной раз я хочу. И, скорее всего, в очередной раз сейчас ещё разменшку надо будет делать. В очередной раз это сложно. Неделя, две, три недели это несложно. Потом начинается вот здесь вот работа. И вот только здесь это будет сложно. Но я, по крайней мере, в очередной раз постараюсь хотя бы что-то с этим сделать. Ну, отъел, конечно. Ещё раз девочка. Йога какая. Помоги! Нет. С непривычки это очень сложно. Вот так вот мы и занимаемся. Тёмка набегался. Надо немножко поваляться. Фу. Ну, на самом деле, на второй части тренировки открывается второе дыхание немножко. Папа, у меня стопа, я не буду спать. Всё, мокрый. Нормально, Тёмка? Да, нормально у тебя получается. Круто. Молодец. Да, да, да. Шон Ти, спасибо тебе большое. Вот. Сейчас, единственное, я себя пока настолько много введения ограничиваю. Я думаю, сейчас я недельку позанимаюсь. Потому что сейчас, чтобы телу сразу, знаешь, типа, в крайне не бросать, что типа сразу нагрузки, минимум там еды и что-то ещё. Хочу, чтобы немножко мышцы проснулись, вот, а потом начнём по питанию делать. Ну, так не особо. Вот, главное, что меня в этом прёт. То есть, я вот сейчас позанимался, и сейчас пойду в душ, и вот это вот, знаешь, самочувствие просто офигенное. То есть, прям, жить хочется. Прям, вот, мне вот это больше всего нравится. Даже не столько, как физическая форма, тоже здесь стоит. Глобинация, быстрого результата не бывает. Это я сам понимаю. И для меня это, на самом деле, сложно. Тоже, сколько я раз за последние месяцы пытался. Что-то так ничего не получается. Так. Вроде, всегда хочется и что-нибудь съесть. Сейчас, ботинок сейчас на улице. Сам подумается. Сейчас музончик поставлю погромче. Душек сначала тёплый принимаю, потом попрохладней и немножко посидеть. Или даже полежать на постирке минут 10. И прям ништяк, вот, прям до конца дня. Знаешь, когда, типа, занимаешься, как-то больше хочется правильно питаться. Не знаю, вот мне вот этот кайф себе нравится, когда ты что-то тут поделал, и потом сейчас начнётся. Ну, я не уверен, что я даже месяц сделаю, потому что, нахрен, что-то сложно. Ну, кстати, в аудиторию заказали дезинфекторов. Считаю, они рублей по 160. Такие большие. Для рук. Ну, чтоб, типа, надолго хватило, потому что народу много. Мне ещё нравится, что, знаешь, все почему-то вот только в комментариях пишут, что повально Илья, маска не помогает. Все просто повально маской не помогают. Не, она... Понятно, да. Мы заботимся о других людях. Но она снижает свою риск заражения. Маску в первую очередь надевают для того, чтобы не заразить другого человека и не трогать лицо. Я просто не понимаю, что вы там сидите, все повально пишут, что маска не помогает. Такое ощущение, что... То есть вся маска уходит в масках по улице, чтобы друг от друга как-то защититься. А в интернете все пишут, что маска не помогает. Не друг от друга. Я же говорю, маска для двух. По двум причинам. Чтобы не заразить другого человека и не трогать лицо. Потому что в первую очередь вирус на руках. И когда вот так вот лицо трогаешь, вот... Мы сейчас только собираемся как раз в магазин доехать. Выходя из дома, не забудь взять с собой пару перчаток в магазин и масочку. Ба-бах. Так, еду принесли. Сейчас Оля, кстати, будет все это дело дезинфицировать. Да, мы относимся к этому с трепетом. Потому что все должны держаться. Мы все победим. Чего? Сейчас, притом, очень странно, что в Испании новый всплеск пошел. Так, здесь тоже всякие пакетики. Сейчас еще под руки про дезинфициру. Я, наверное, на сегодня, ребят, закончил уже выпуск. Там и так уже практически что-то минут 16 прошло. Все гуляют. Вот. Ладно, спасибо, что досмотрели. Смотрите выпуск про США. До завтра, наверное. Продолжение следует...